В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. У каждого наименование молочной продукции Ненецкой агропромышленной компании своя технологическая линия. Общая составляющая – это жесткий контроль качества на всех этапах производства. Зима постепенно уступает свои права календарной весне. Как зиму пережили коммунальные службы Наринмара? Подводим первые итоги. Готовимся к весеннему половодию. Толщина льда на реке Печора 1 метр 20 сантиметров. Возможно, потребуются взрывные работы. Губернатор Ненецкого округа посетил цех по переработке молока Ненецкой агропромышленной компании. Вместе с директором предприятия Анатолием Чудочиным и начальником подразделения Олесей Кравцовой глава региона познакомился со всей цепочкой производства. Это аппаратный цепь. Емкость по 2,5 тонны. На 5 тонн у нас приемка молока. В среднем к нам поступает на переработку 5200-5300. То есть нам вполне достаточно. Сейчас мы ждем молока у вас. Вот это называется сепаратор. Олеся Краснова начальник производственного цеха. Как опытный гид только в сфере переработки молока. Подробно рассказывает о тонкостях производства и с большой гордостью говорит о качестве молочной продукции. Пастеризованное молоко, творог, сметана, сливки, кефир, йогурт, масло, кисломолочные продукты. Всего 22 наименования. И вся продукция отличного качества. Пользуется спросом у населения. Цех работает без выходных. Такова специфика производства, поскольку коровы дают молоко каждый день. Ежедневно здесь перерабатывают более 5 тонн молочного сырья. У каждого наименования продукции своя технологическая линия и особенности изготовления. Общая составляющая – это абсолютно натуральное сырье и жесткий контроль качества на всех этапах производства. Готовую продукцию ранним утром, пока город только просыпается, развозят потребителям. Сейчас заявка ему поступила вечером, утром уже знает куда сколько. Разложили по ящичкам, по магазинам, дали товаротранспортную, накладную, водитель повез. Водитель-экспедитор и плюс грузчик. Ненецкая агропромышленная компания обеспечивает молочной продукцией школы, детские сады и другие организации бюджетной сферы. Население приобретает молоко, масло, творог и другие продукты в двух торговых точках самой компании, а также в магазинах постоянных контрагентов. Это акционерное общество мясопродукты, гарпо и сеть торговой фирмы «Хороший». Практически вся продукция упакована в фирменные упаковки из современных материалов. Для каждого вида продукции своя упаковочная линия. В 2020 году в новой упаковке «Тетропак» предприятие начало выпускать пастеризованное молоко объемом 1 литр. Для этих целей закупили необходимое оборудование. Благодаря новой упаковке срок хранения увеличивается с 3 до 5 суток. В завершении производственной экскурсии журналисты попросили Юрия Бездудного поделиться своими впечатлениями. Очень вкусное впечатление. Прекрасное предприятие. Работает на предприятии. Здесь непосредственно в цехе по переработке молока 26 человек. Современное предприятие, как мы видим, ежедневно перерабатывает более 5 тонн молока. Молоко цельное, проходит очень жесткий контроль качества. Высокий спрос на молочную продукцию Ненинской агропромышленной компании отражается на финансовых показателях предприятия. Несмотря на все сложности 2020 года, компания завершила его с прибылью. Иван Никонов, Антон Водряков, Телеканал Север. 18 февраля на очередной сессии собраний депутатов Ненинского округа будет рассмотрено более 20 вопросов. Повестку заседания утвердили на предсессионном комитете парламента. Первые два вопроса, которые будут рассмотрены, это доклад об итоге 2020 года, уполномоченного по правам ребенка и председателя общественной палаты Ненинского автономного округа. Они подведут итоги года, озвучат проблемы, которые были решены, и предложат рекомендации для органов власти Ненинского автономного округа. Также ряд вопросов посвящен приведению нашего регионального законодательства в соответствии с федеральным, потому что право шли изменения в федеральном законодательстве, и, соответственно, мы свои региональные нормативные акты должны привести в соответствие. Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят кандидатуры на награждение медалью за особые заслуги перед Ненинским округом, медалью «Родительская слава Ненинского округа», присвоение почетного звания «Почетный гражданин Ненинского округа». Сессия пройдет с соблюдением ограничений, связанных с режимом повышенной готовности в регионе. Поэтому на сессии будут присутствовать депутаты, и среди приглашенных только докладчики и профильные заместители губернатора. Возможно, часть из них будет даже по ВКС, чтобы соблюсти все требования. Поэтому прочих приглашенных, к сожалению, на сессии не будет. Мы по-прежнему соблюдаем безопасность в связи с пандемией. Прямую трансляцию сессии и собраний депутатов Ненинского округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и телеканале «Север» 18 марта в 10 часов утра. Заполярная зима постепенно сдает свои позиции. Декабрь, январь и февраль держали в напряжении все коммунальные службы города. О том, как пережили суровые морозы коммунальщики и жители округа, расскажет Александра Литкова. Еще совсем немного и можно будет порадоваться таянию снега, резиновым сапогам, лужам и весеннему пробуждению природы. Суровые морозы отступили. Зима для многих наринмарцев – любимое время года, если, конечно, температура воздуха за окном не очень низкая. Ну, 20-25 градусов, в принципе, наринмар. Никогда 40, конечно. Потому что, а так, для Севера – это нормально. Это тяжело. Это всегда тяжело для организма. Поэтому наринмар и заполярье, поэтому здесь особый климат, здесь особые отношения, здесь особые люди, здесь всегда особое отношение друг к другу людей. Поэтому здесь, ну, в таких условиях принято выживать. Сложнее пережить затяжные морозы, конечно, было детям, ведь на улице особо не погулять. Дети сами, ну, энергию свою никуда не потратили, не подышали свежим воздухом. И дома, естественно, рев. За первые два месяца текущего года коммунальщики вывезли с городских улиц 27 тысяч кубов снега, что на 20 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом технику приходилось постоянно отогревать. Если в прошлом году мы могли технику постоянно выпускать во много смен, то есть постоянно работать, то в этом году нам приходилось думать еще о том, чтобы эта техника дожила до следующих лет. Мега действительно в этом году выпала меньше, но в то же время в связи с низкими температурами были определенные сложности во время проведения работ по содержанию автомобильных дорог. Это было связано с тем, что технику приходилось периодически ставить на обогрев. Нелегко в сильные морозы было и работникам котельных, чья задача – обеспечивать в домах тепло и своевременно устранять чрезвычайные ситуации. В эту зиму, к счастью, обошлось без них. Что касаемо системы теплоснабжения, я могу сказать, что она более чем надежная. Сети мы в рамках программы подготовки к зиме практически все отремонтировали, поэтому за сети не было особого опасения. Ну, конечно, некоторые котельные работали на пределе, потому что у нас есть новые котельные, есть старые котельные. Вот немного побаивались за старые котельные. Но, слава богу, все прошло в штатном режиме. Предприятие не только справилось с усиленным режимом работы, но и не оставляло без помощи управляющие компании и другие учреждения. Их внутренняя система где-то замерзала, мы отогревали. Ну, то есть, где зона ответственности была не по КТС. Очень много мы таких услуг оказывали. Прям у нас машина по ПУ есть, которая отогревает трубопроводы. Она у нас прям на разрыв работала. Серьезных претензий от жителей города на предприятие не поступало. Если не говорить о том, что счета за теплоснабжение были немного выше. Впрочем, это неудивительно, ведь котельные работали на полную мощность. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Зима на Крайнем Севере, как правило, долго не уступает календарной весне. Ледоход на главной водной артерии Нинецкого округа реки Печора традиционно проходит лишь во второй половине мая. Но к прохождению паводка необходимо всегда готовиться заранее. В ходе еженедельного расширенного совещания главы региона речь шла о различных сценариях прохождения ледохода. В этом году толщина льда на Печоре доходит до 1 метра 20 сантиметров, что может привести к заторам на реке. Федеральным агентством по водным ресурсам было проведено совещание с заинтересованными органами исполнительной власти Нинецкого автономного округа и Двинско-Печорским бассейновым водным управлением. В ходе данного совещания было дано поручение Двинско-Печорскому водному бассейновому управлению разработать план превентивных мероприятий по смягчению прохождения весеннего половодия на реке Печора в 2021 году. В настоящее время план разрабатывается, готовится ряд контрактов для проведения ледорезных работ на реке Печора. Кроме того, на заседании окружной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден план комплексных мероприятий по подготовке к безаварийному прохождению весеннего половодия на территории Нинецкого округа. В рамках данного плана даны поручения территориальным органам, федеральных органам исполнительной власти, органам исполнительной власти, органам местного управления и организациям по проведению мероприятий для подготовки к прохождению весеннего половодия на территории Нинецкого автономного округа. По договоренности с Архангельской областью при необходимости будут проведены взрывные работы на ледяных заторах специалистами из соседнего субъекта. Помимо этого глава региона поручил обратиться в Невский спасательный центр МЧС России, чтобы иметь запасной вариант организации взрывных работ. Отдел ГОИЧС администрации Наринмара также призывает горожан заранее готовиться к прохождению половодия на реке Печория. В первую очередь это касается частных домовладений, расположенных на подтопляемых территориях. Речь идет о микрорайонах Малый Качгард, Сахалин, Совхоз, Мирный, Захребетное, Старый аэропорт, Бондарное. В 2020 году впервые на реке Печора в районе морского порта специалисты Ненинской компании электросвязи установили электронный датчик. Прибор способен ежечасно выдавать информацию об уровне воды и температуре воздуха. Данные поступают через специальную программу на компьютер. Новая система мониторинга позволяет в непрерывном режиме отслеживать изменения уровня воды во время прохождения ледохода на Печоре. Коренные, проживающие на прибрежных территориях, жители Ненинского округа смогут охотиться в 15-ти километровой зоне Северных морей. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработало новый проект приказа о внесении поправок в действующие правила охоты. Об этом глава ведомства проинформировал депутата Государственной думы Сергея Коткина. Минприроды ликвидирует техническую ошибку в действующих правилах охоты и снимает запрет на спортивную и любительскую охоту в 15-ти километровой прибрежной зоне морей Северного Ледовитого океана для представителей коренных малочисленных народов Севера, их общин, а также граждан, которые не относятся к ним, но постоянно проживают на указанной территории. Вот сейчас я получил официальный ответ, где говорится о том, что издан новый проект приказа министра природных ресурсов о том, что на водопладывающую дичь внутри 15-ти километровой зоны будет разрешена охота для коренных малочисленных народов Севера, для общин и для тех, кто постоянно проживает на этой территории. В Ненинском автономном округе в установленную зону попадает более 15 населенных пунктов. В их числе Шойна, Чижа, Нейс, Напа, Белуши, Волонга, Индиг, Амдрама, Устькара, Кия. Сергей Коткин неоднократно поднимал этот вопрос на заседаниях Комитета по региональной политике и проблемам Северного и Дальнего Востока. На рабочих встречах депутатов Госдумы с Министерством природных ресурсов. Они убрали фразу, которая нас смущала. Мы считаем, что она была туда необосново включена. Было написано, что постоянно проживающие жители округа, для которых охота является основой существования. Проект приказа Минприроды размещен в настоящее время на сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Жители округа могут включиться в его обсуждение. У меня, конечно, просьба бы как можно активнее жителям округа включиться в обсуждение этого приказа, с тем, чтобы мы довели его до логического завершения. То есть нам этот приказ, проект стал официальным приказом, и мы могли спокойно охотиться внутри 15-ти метровой зоны. В то же время депутат подчеркнул, что в соответствии с действующими нормами охота на островах Северного Ледовитого океана, в том числе на Колгуеве и Вайгаче, по-прежнему остается под запретом. Поэтому совместно с окружными властями работа по отмене этих ограничений для жителей островных поселений будет продолжена. В очередной раз наш регион был отмечен на Международном экономическом форуме государства участников СНГ. Дипломом в номинации за реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности и финансовому оздоровлению было удостоено Наринмарское ТП. Подробности у Елизаветы Кабановой. Ежегодно, начиная с 2014 года, окружная столица принимает участие в Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». В этом году дипломантом стало автотранспортное предприятие Наринмара. Комплекс принятых мер позволил не только улучшить финансовую ситуацию учреждения, но и сделать наш город привлекательнее. «Прекрасно видно в городе о том, что появились новые автобусы, низкопольные, приспособленные для лиц с ограниченными возможностями. На конечной остановке в морпорту возведено, построено новое модульное здание, которое стало приятнее и для жителей города, которые приобретают билеты на месяц, и для самих, как водителей, для отдыха». Данная площадка позволяет муниципальным образованиям обмениваться опытом и перенимать интересные решения для развития города. Одним из самых главных преимуществ является не теоретическое применение, а практическое. «В самом МАГе создана электронная библиотека лучших муниципальных практик, которую можно посмотреть на их сайте. И в дальнейшем каждый город, который участвует, да и любой другой город, может взять эту практику и ее внедрить в своем городе. То бишь, это дает не то, чтобы, как сказать, общественное признание, а именно о том, что вся наша работа направлена на улучшение жизни горожан в городе, чтобы эта жизнь стала комфортнее и безопаснее». Начиная с 2016 года, практики из нашего города становятся дипломантами. У нас перенимают опыт другие муниципальные образования. Например, в привлечении несовершеннолетних на благоустройство города. Наши подростки каждое лето устраиваются на работу в МБУ «Чистый город» и не только зарабатывают собственные деньги, но и делают столицу нашего округа чище и краше. В свою очередь Наринмар также перенимает опыт у других городов-участников. «По Новгороду я могу сказать о том, что у них была практика очень хорошая по водоканалу, которую в настоящий момент мы пытаемся внедрить в нашему ПОКТС, это цифровизация. У них это отработано, и когда нам показывали эту практику на водоканал, был президент Российской Федерации, у них это все отточено, и вот пытаемся сделать в городе так же у нас, чтобы никаких нештатных ситуаций не было. А если они случаются, то реагирование было мгновенно, чего хочется. И граждане, и жители города не замечали». Город может выставить на конкурс только одну практику в год. Среди участников 9 стран СНГ и 87 городов. Данное мероприятие позволяет создать для жителей максимально комфортные условия, исходя из опыта других муниципалитетов. Правильное адаптирование чужих практик под наши условия проживания позволяет сделать из Наринмара город, где хочется жить. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На уроках цифры школьники Ненецкого округа продолжают знакомиться с новыми IT-технологиями и научными разработками в программировании. Это федеральный образовательный проект, в котором принимают участие специалисты в этой области. «Сегодня одновременно и интересный, и тяжелый урок. Интересный, потому что я буду рассказывать про беспилотные автомобили. Кто-то знает, слышал, что это беспилотные автомобили?» «Я, я, 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 я. Урок цифры в средней школе имени Антона Перерки проводит руководитель департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого округа Антон Лебедев. Тема – беспилотные автомобили. Для ребят этого возраста пусть и сложная эта тема, зато увлекательная. Тем более, что некоторые из них уже имеют представление о рассматриваемом предмете. «То есть фактически машина – это большой компьютер внутри, с датчиками, да? И чтобы понять, как себя вести, то есть если ноутбуку мы говорим, дай в команду через клавиатуру, да, там, набираем слово, нажимаем на ставишу, он его набирает, да? Понятно. Это команда, которую мы даем. В случае с беспилотным автомобилем он сам принимает решения. Но чтобы он более правильно принимал решения, он должен научиться. Здесь два момента. Или мы его учим через команду, да, и делаем какой-то очень сложный алгоритм. Или мы создаем так называемое машинное обучение или искусственный интеллект, который как раз-таки вот показывает, как он работает. И он сам учится. Как работают беспилотные технологии? Как беспилотный транспорт сможет увеличить безопасность дорожного движения? Кто занимается его разработкой? На все эти вопросы школьники получают ответы на таких уроках. Технологии беспилотного транспорта объединяют лучшие технологии, которые сейчас есть в IT. Компьютерное зрение, машинное обучение, работу с большими данными. Отмечу, что федеральный проект «Урок цифры» – это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам. Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...